добрый вечер друзья по техническим причинам и сегодня начинаем чуть позже чем обычно хотя я вам говорю что мы принципе планируем на летний период сдвинуть все передачи на час вперед получается то есть но у тонн грим моя передача будет начинаться не в 7 часов а 8 пока это нет это будет с мая с 1 или 2 мая там когда по расписанию нас начнется а сегодня мы чуть позже просто потому что были некоторые технические задержки но сейчас мы вопросы решили и сейчас после того как я раскидаю нашу нашу программу по разным источникам откуда вы потом сможете делиться своими друзьями после этого мы сразу начнем так группу добавил на youtube добавил на свою свою личную страничку фейсбуке и на а вот . мд есть да есть все поехали друзья 56 день войны и у нас сегодня есть много интересной информации правда она к сожалению не вся ну как сказать положительная разная информация ну давайте по порядку разберемся сначала мы начнем с сводок с фронтов ну здесь кстати не так уж все и плохо значит вот и как обычно дают брифинги военный советник главы офиса президента как бы по часовой стрелке вдоль всей границы начиная с беларуси потом граница украины с россией и до юга и потом аж до молдовы и до до молдовы до приднестровья значит киевская черниговская и сумские направления вот эта северная вся часть где были оккупанты где их сейчас нет тишина полная нету никаких даже предпосылок для атаки потому что даже с той стороны границы войска были уведены там сейчас просто неким атаковать поэтому как бы там все нормально харьковское направление значит там идут бои именно вот вокруг харькова не пытаются ну не то что нельзя сказать что а то атака на харьков потому что харьков громадный город если они не могут взять 56 дней мариуполь который меньше существенно меньше харькова конечно они не смогут взять и харьков но тем не менее он наносит очень серьезный он серьезный ущерб самому городу чуть дальше мы об этом поговорим чуть чуть подробнее далее если уже подходим непосредственно до донецкой луганской областям есть попытки штурмовать рубежная и попасную но там враг был отбит на запорожском направлении вооруженные сил украины ведут активную маневренную оборону там тоже есть попытки прорваться но в общем то там примерно паритету с ней нельзя сказать что есть какие-то успехи с одной или с другой стороны значит на херсонском направлении российские войска пытаются наступать в сторону николаева в общем-то пока без особого успеха но такая вот как бы линия есть и эксперты говорят военные что скорее всего это не нереальная попытка взять николаев потому что для этого слишком мало сил а просто вот для того чтобы удерживать ту большую группировку украинских войск которые там находятся чтобы они не пошли на донбасс поэтому как бы вот там имитируется такая атака для того чтобы никто там не расслаблялся и не увел часть войск на защиту донбасса и вот этот же арестович говорит о том что авиационный парк воздушных сил украины несколько увеличился мы далее поговорим чуть чуть подробнее об этом тоже значит теперь по поводу второй фазы спецоперации подоляк который отвечает за переговоры с россией вот он сегодня комментировал эту вторую фазу значит он сказал что вторая фаза спецоперации это то же самое что в кавычках возьмем киев за 72 часа то есть первая фаза отметив что для украинцев не имеет значения на какой фазы на какие фазы войну разделяют российские оккупанты просто россияне любят рассказывать сказки а в реальности будет лишь то что нужно украине подчеркнул он комментируя заявление главы мид российской федерации лаврова о начале второй фазы спецоперации поделяк отметил что россия продолжает использоваться символы приравнивая себя таким образом к нацистам для нас нет разницы в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей российскую армию которые не умеют воевать а умеют убивать людей разрушают инфраструктуру гражданскую инфраструктуру ну хорошо они пойдут сегодня на донбасс они потеряют еще определенное количество своих людей которых они не считают за людей хорошо мы в этом им тоже поможем сказал советник главы офиса президента подоляка по поводу харькова как я вам и говорил мэр харькова игорь терехов заявил для cnn что с воскресенья в городе идет непрекращающийся обстрел жилых кварталов ранее терехов отметил что обстрелы и бомбардировки сосредоточены на окраинах харькова теперь они сместились к центру противник нацелился на мирных жителей многие ранены а некоторые к сожалению мертвы в харькове разрушена сто тысяча девятьсот двадцать девять почти две тысячи многоэтажек из восьми тысяч всего то есть четверть города уже разрушена за последние полтора дня в харькове было убито 15 и более 50 ранено это 15 убитых были только в одной атаке сказал мэр харькова добавить что украина будет бороться за каждый клочок земли и не пойдет на территориальные уступки ну и вот здесь новость получи командование 144 мотострелковой дивизии из смоленска скрыто вывозит свои семьи с брянской области вглубь российской федерации эту информацию сообщил же украинский журналист роман цембалюк он сказал ну вот он как бы пытаясь анализировать эту ситуацию как бы два варианта или он пишет готовимся к рязанскому в скобках брянскому сахару но он имеет ввиду эту ситуацию когда помните в начале правления путина когда по всей россии или на россии начали взрываться дома и вот в рязани нашли в одном доме бдительные жители просто что там лежат какие-то мешки приехали эксперты определили что это гексоген взрывчатка потом когда приехали начальники из москвы сказали что это не из них ручатка это сахар и вообще забудьте эту историю и начали из прессы вымарывать эту историю короче вот цембалюк спрашивает вниз не значит ли это что эти военные знают о том что там готовится какая-то провокация в брянской области и поэтому российские военные эвакуируют свои семьи чтобы их не взорвали для того чтобы свалить это все на украину либо и далее также цембалюк говорит ну или солдаты знают настоящее положение дел в украине и возможное дальнейшее развитие ситуации ну то о чем сегодня говорят очень многие в украине что если сейчас российская атака захлебнется на донбассе то дальше война может перейти на территорию россии потому что начнется масштабное контрнаступление то есть ну вот возможно эти российские начальники знают эту ситуацию поэтому эвакуируют свои семьи подальше вглубь россии далее вопрос окончания войны с россией решится на поле боя они за столом переговоров такое заявление сделал глава мид украины в интервью французскому телеканалу france 24 ранее владимир зеленский говорю что переговоры будут продолжаться в любом случае но недавно он заявил что выйдет из них если силы в ссу в мариуполе будут уничтожены после заявления кулебы этот министр иностранных дел этот выход можно считать состоявшимся хотя представители украинской делегации пока таких заявлений официально не делали и сегодня кстати российская делегация на российские представители начали один за другим говорить что мы разочарованы этих переговорах не видим перспективы но это традиционная тактика когда их откуда-то выгоняют вот как мы говорили с вами когда их выгнали из пассе когда их выгнали из комитета оон по правам человека то есть когда уже факт решен что вас послали они говорят мы сами решили уйти мы давно хотели уйти вот сейчас точно так же когда украинская сторона практически четко сказала что скорее всего переговоров не будет сегодня и лавров и захарова и все остальные перспективы нет мы мы и не хотели вообще-то переговоров ну это их обычная тактика это знаете какой-то комплекс неполноценности я постоянно об этом говорю это знаете как парень с девушкой расходятся и парень или девушка выставил второго своего партнера своего уже за дверь и тот говорит да я и не хотел я давно уже хотел уйти сам вот у россии это постоянно какой-то вот реально комплекс неполноценности еще интересная информация тоже от цимбалюка в ссу в харьковской области нанесли серьезные потери командному составу дивизии оккупационных войск по словам цимбалюка заместитель командира 2 мсд мсд что такое мсд не знаю что такое мсд подполковник смирнов андрей тяжело ранен к м а мотострелковая дивизия вот есть и ответ дальше командир 1 мотострелкового полка воинская часть 31-135 коленец и 2 мотострелковой дивизии подполковник межуев-денис погибли командир 15 мотострелкового полка воинская часть 31 31-134 тоже из клинца и 2 мотострелковой дивизии полковник харитонов тяжело ранен и сейчас я вам хочу показать очередное не имеющее аналогов нет на и оружие это фото номер один танк т-90 владимир подбили владимир вы слышите что-то как-то не не те владимиры уже в в америке умер тигр путин умер владимир жириновский и вот подбили танк владимир но все время как-то не тот владимир наверное разу такая цепочка пошла то дойдет и до того владимир короче этот танк т-90 владимир уничтожен штурмовиками сто двадцать восьмой бригады можно фоточку еще подержать немножко и чтобы люди рассмотрели и меня там где-то на фоне и если если это не сложно если сложно то пусть повисит немножко значит в чем суть этот танк это основной боевой танк росармии который он очень разрекламировал у них самый такой считается мега крутой у него комплекс ай нет позволяющий вести огонь снарядами с дистанционным подрывом лазерным прицелом прицелом дальномером и тепловизорными камерами то есть это такой вот прямо мега крутейший танк все можно фотку уже убрать и вот стоимость этой великолепной машины 4 миллиона долларов ну вот штурмовики и 128 бригады украинских вооруженных сил не знали что он такой дорогой и поэтому сожгли его одним выстрелом из ПТРК и оказалось что горит он точно так же как любой другой танк по которому попадают современные противотанковые средства так что вот 4 миллиона долларов вы могли сейчас видеть своими глазами как они сгорели и вот сегодня пришла информация что с начала войны россия потеряла в три с половиной раза больше военной техники чем украина по данным аналитического проекта oryx за 56 дней вторжения россия лишилась 2998 единиц техники в то время как украина 845 потеряла вот вот такие вот результаты далее разрушена мы сейчас посмотрим видео это вот помимо то что сейчас тяжелая ситуация в харькове относительно тяжелому да можно сказать тяжелое потому что каждый день город обстреливают вот то что они сейчас начали атаку на николаевском направлении там тоже есть проблемы и вот в населенном пункте баштанка николаевской области разрушили очередной стратегический военный объект гражданскую больницу смотрим первое видео избавили жителей баштанки от освободили их от больницы российское освобождение продолжается но тем не менее вот завтра с завтрашнего дня в одесской области на два часа сократят комендантский час то есть он будет теперь действовать с 22 часов вечера до пяти часов утра об этом сообщил сообщила пресс-служба одесской военной администрации это говорит о том что в общем то они увидят что там по крайней мере угрозы реальной нету и поэтому снижают как бы уровень комендантского часа и кстати именно потому что был подбит крейсер москва одесса может выдохнуть спокойно потому что как сегодня появилась в прессе перехваты тоже но у меня их к сожалению то что они не успел найти этот именно звуковой файл но я видел распечатку перехват одного солдата который спас с крейсера москва утонувшего что они шли в сторону одессы для того чтобы готовился штурм то есть видимо как вот они одновременно начали это наступление по всем южно-восточным областям и они хотели штурмовать одессу и вот потопление этого крейсеров отбила у них желание штурмовать и более того все российские корабли ушли сейчас в море на расстояние 200 километров это как раз расстояние куда достает максимум что может достать украинская ракета нептун который был потоплен российский крейсер москва поэтому вот в одессе выдохнули спокойно и снижают комендантский час то же время глава офиса президента михаил подоляк сообщил украинские власти уже разработали стратегию деоккупации всех населенных пунктов на юге можете даже не сомневаться в том что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга украины во-первых армия кратко и ясно во вторых более 90 процентов обычных людей на оккупированных территориях верно заявляют о собственной проукраинской позиции поэтому не будет никакой заморозки конфликта не будет даже временной оккупации не будет никаких фейковых хнр или чего-то подобное будет только херсонская область украины заверил михаил подоляк ну то есть план оккупантов о том чтобы для памяти для них какой идеал для них идеал это вот как у нас они сделали приднестровье вечный тлеющий конфликт и вроде бы не стреляют и но проблемы молдове всегда можно создать и как бы ну вот вот они хотят чтобы украина была вся покрыта этими раковыми опухолями российской оккупации но вот в офисе президента говорят что нет не прокатит ребята будем сражаться пока не выбьем их с этих всех оккупированных территорий он также рассказал что местное население активно противостоит попыткам захватчиков провести псевдо референдумы украинцы делают все возможное чтобы показать что на этих территориях возможно существование невозможно существование демонического русского мира и сейчас мы перейдем к следующей рубрике сначала хочу глянуть что у нас тут цимбалюк заявил что война будет очень долго так как путин не намерен заканчивать войну до последнего россиянина да и об этом многие говорят что война может затянуться потому что понимаете возможно допустим фаза освобождения свеже оккупированных территорий может пройти относительно быстро вот выдохнутся они сейчас на атаки начнутся у них логистические проблемы их будут потихоньку я думаю по крайней мере из херсон их 90 процентов что их оттуда выдавят в короткой перспективе месяц-два но там где именно донецк и луганск там они окопались настолько мощно там такие уровни 6 или 7 уровней защиты про крым я вообще не говорю это самое тяжелое будет освобождение потому что там этот узкий проход на полуостров который в общем то тоже очень сильно укреплен у украины нету кораблей для высадки десантов хотя может быть и корабли поставят потому что уже поставляют практически все союзники опять таки самолеты которые можем могут высаживать десант тоже ну посмотрим не знаю знаете есть несколько точек зрения но как бы основная точка зрения вот как бы суммиры все что говорят эксперты что горячая фаза вот она продлится максимум месяц это вот именно вот фаза когда будут гибнуть еще много людей и потом уже начнутся затухание вот дальше уже будет зависеть уже от очень вот огромное количество переменных которые могут ускорять процессы либо замедлять эти процессы поэтому сейчас как бы кто говорит точно что долго или кто говорит точно что быстро я думаю что все неправы потому что слишком много переменных в этом уравнении чтобы сейчас дать на него ответ поэтому будем смотреть как это будет ситуация развиваться и даже вот какие-то уже предварительные наметки могут быть уже где-то наверное через неделю потому что сейчас будет видно насколько может продвигаться русская армия или не 4 миллиона этого про стоимость танка это это для российского народа вернее лохов надо же народу сказать что тратим деньги правильно на вооружение на самом деле путин лавров песков эти деньги тратят на себя да я об этом постоянно говорю и спасибо им за это что они разворовали свою армию поэтому это очень хорошо нас приветствуют с разных населенных пунктов всем отвечаю сразу привет друзья спасибо что вы с нами и прошу вас делиться этим видео чтобы как можно больше людей могло увидеть андрей ты просто большой молодец спасибо спортсмены без знамен солдаты без погон могилы без имен головы без идей города без людей автор слов неизвестен автор ситуации обнулен так я об этом давно говорю еще до начала этой активной фазы войны что конечно россия докатила что воюют без опознавательных знаков солдат на олимпиадах и на всех международных соревнований выступают без своих флагов это просто позорище доброго здравия андрей всех благ стимоши респект салут спасибо вам всем спасибо огромное друзья как бы русские не хорохорились а украина победит я в этом абсолютно не сомневаюсь это я много раз в этом у меня было сомнение первые может быть двое или трое суток с начала войны еще знаете как то вот что-то вот и гложило после этого я понял что у них шансов просто нет они столкнулись с настолько мотивированным народом что да даже и если по украине не поставляли это оружие которое сегодня поставляют в огромных количествах я думаю что да просто было бы больше жертв но украина победила при любом раскладе потому что когда армия мотивирована она может я выкладывал на своей страничке фейсбуке еще за пару дней до начала этой войны цитату наполеона страна которую защищает ее народ непобедимо со стороны россии воюют абсолютно демотивированное войско которое не понимает зачем она воюет что она там делать какого хрена что они защищают вот эти вот бредовые конструкции которые выстроил там путин что за донбасский народ за не знаю что тут русскому солдату нафиг эти все бред не нужны поэтому конечно у них нет мотивации воин без мотивации он абсолютно бесполезен так друзья вот у меня спрашивают где поставили у меня в заголовке там на этом на заголовке где памятник гитлеру в россии спрашивают где в россии поставили памятник гитлеру сегодня у него день рождения у этого подонка прошлого века и подонок нового века поставил ему памятник где везде абсолютно сейчас вся россия это один сплошной памятник гитлеру в пропаганде в военных преступлениях в этнических чистках украинцев в зомбировании детей вот во всем то что сегодня происходит в россии это один громадный памятник гитлеру вот то дело которое делал он тогда и не доделал сегодня повторяет гитлер 21 века и большая часть его народа радостно его поддерживают и говорит что он делает все правильно так и надо так что вот и кстати сегодня эта встреча мы не знаем когда потому что это дается все конечно в записи гитлер нового столетия путин встретился с детьми гитлер тоже тот старый гитлер любил фотографироваться с детьми потому что показать что вот он такой он как бы гуманист он за детей он за будущее вот путлер гитлер путин в тоже встретился с детьми и он рассказал детям что трагедия в донбассе вы не было россию начать специальную военную операцию на украине этот стата путина и также президент добавил что российская федерация добьется того чтобы жизнь в донбассе нормализовалась давайте посмотрите коротенький кусочек второе видео к сожалению и луганске и луганской народной республики тоже очень много изменилось за эти годы но в худшую сторону потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки удары артиллерии боевые действия и конечно людям было очень очень тяжело по-другому складывалось жизни людей в крыму в севастополе это очевидно но именно трагедия которая происходила на донбассе в том числе луганской народной республики вынудила просто заставила россию начать эту военную операцию которую сегодня все хорошо знают именно прежде всего я об этом сказал самом начале целью этой операции является помощь людям проживающим нашим людям проживающим на донбассе таким как ты и мы будем действовать последовательно и добьемся положение при котором и там постепенно жизнь нормализуется меня знаете вот что интересно вот он объясняет и при том это объяснение не только его это у них там кто-то разработал эту методичку это говорил песков на днях это говорил лавров буквально вчера то есть они все повторяют медведев это говорит что россия у нее цель спасти народ донбасс чтобы вот защитит рот ну окей давайте давайте предположим что это так давайте даже предположим что вот как он брешет что восемь лет непрерывно обстреливали донбасс потому что ну если бы его восемь лет обстреливали наверное были бы видеокадры этого разрушенного донецка только почему-то нету видеокадров разрушена донецка но есть уничтоженный мариуполь ну допустим предположим что он не врет что это все правда и теперь вот самый главный вопрос и как вы защитите теперь людей донбасса вот что сейчас изменилось да вы допустим допустим если вам повезет и вы передвинете границу там еще на несколько десятков километров станет больше это днр и лнр что изменится у украины оружие станет в разы больше украинцы теперь абсолютно все включая русскоязычных тотально ненавидят русских и ненавидят сепаратистов то есть в чем заключается ваша помощь этому донецкому и луганску да когда вы первоначально свистели о том что поменяете власть в киеве демилитаризируйте деноцифицируйте то окей как бы да можно было предположить что ваша помощь заключается в том что вы лишаете украину армии и она якобы не может напасть на донбасс но теперь что когда украина становится по армии наверное одно из сильнейших стран в мире потому что я вам сейчас дальше приведу сейчас вот свежие поставки оружия которые сегодня происходит это что-то потрясающее то есть по моему уже адольфу владимировичу пора менять пластинку потому что уже в чем ваша помощь донбассу заключается собственно говоря что то что то уже где-то не стыкуется и в этом же это как бы не не в этой рубрике но просто поскольку он же сказал в этом интервью я процитирую вам здесь он сказал что замещение ушедших с рынка иностранных предприятий общественного питания отечественными приведет к повышению качества сказал владимир путин вот ну да в принципе детям наверное такую херню можно говорить потому что ну мне например и моему поколению сказать невозможно потому что мы помним какого качества были продукты в советских столовках вот эти вот помните в школах нам давали яйца такие вот они были с синим да темно синим таким желтком даже не знаю какой консистенции такой полукаменный эти сосиски которые из крахмала были сделаны это вот рисовая каша которая вот да не знаю как добивались так такого вот что она была как как пюре от рисовая каша не как вот нормально люди едят рис там рисинка кризинке вот просто какая-то жижа вот вот это качество о котором он говорит мы помним к этих прекрасных синих кур в магазине вот помните кто моё поколение старше в магазин когда когда был праздник выбрасывали кур так-то им вообще не было там мясо не было никакого были только консервы но выбрасывали этих курицы и они вот синие страшные худые все непонятно что то иногда вот даже было не сразу понятно что это за лежит какое-то полено синяя это были был было такое качество и вот путин говорит что конечно да вот благодаря того что мы сейчас выгоним все иностранные предприятия вот вот тогда мы заживем вот тогда у нас будет прекрасное качество и дети смотрят думать классно будет у нас классно будут там кстати вот сейчас уже появилась информация что апельсинового сока больше в россии не будет потому что апельсины туда сейчас не поставляются но опять таки может быть березовый сок и вот которые молодые наивные березовый сок это же здорово это же полезно для здоровья так вот молодые наивные знаете какой был березовый сок советском сиюсе это была вода разбавленная сахаром вот это был называлась березовый сок и да он стоил 10 копеек был очень дешевый это было очень классно но это было кто пил настоящий березовый сок уже современный тот понимает что то был вообще не березовый сок это просто была сахарная вода вот такие деликатесы ждут путинских вот этих вот детей несчастных которым он сейчас компонирует мозги так едем дальше друзья мариуполь вот это самое у нас такая тяжелая рубрика и давайте начнем с того я хочу показать вам видео которое опубликовал пол козов на своей страничке это то как сегодня выглядит мариуполь третье наше видео мариуполь второе�ом ну а а 24 , там , , , Несмотря на то, что российская пропаганда много раз уже отчитывалась, что город полностью захвачен, Кадыров у него это вообще регулярное сообщение, что Мариуполь взят, но тем не менее полк Азов продолжает там свою защиту, оборону, да, конечно, им очень тяжело, но тем не менее. Завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью. Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паломарь, позывной Калина, в комментариях для украинских СМИ. По его словам, на завод сбрасываются сверхмощные бомбы, а под завалами находится очень много людей, которых пытаются вытащить. Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, мы готовы, но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых и вывести мертвых. И вот еще информация от бойцов Азова, это ночью пришла, вышел на связь с парнями, буквально несколько минут назад Кацапы ударили, это я цитирую, Кацапы ударили авиацией прямо и конкретно по бункеру с гражданским мирным населением, сказали, что был очень мощный и большой гриб от взрыва. Есть погибшие, многих завалило, но вытащить людей нет возможности. Так авианалет продолжился, было около трех последовательных мощных ударов. Эксперты говорят, что сейчас используют российские оккупационные войска против Мариуполя, против Азовстали, бомбы мощностью 5 тонн. Это самые мощные бомбы, которые пробивают на несколько этажей бетонные перекрытия вглубь, в бункеры укрепленные. То есть они специально целенаправленно бьют, и там остается много мирного населения, несколько сот человек, помимо бойцов Азова. И знаете, подлость российской пропаганды, что они вчера это отрицали, начиная от Москвы и заканчивая всех этих пропагандонов и просто гондонов, которые расходятся до последнего блогера. Они все высмеивали, что это невозможно, что нет там никаких гражданских, да это абсолютно исключено, что вы бредите, там только Азов. И вот сегодня ТАСС рано утром дал сообщение, более ста жителей Мариуполя, прятавшихся в подвалах Азовстали, вышли к военным ДНР. Это ТАСС, российское агентство сообщило. Так как, если там никого не было, как они вышли? Откуда они взялись тогда эти 100 человек? То есть вот это постоянно их ложь. Вы просто запоминаете этих собак, которые вам это говорят, что там не было мирных людей, и больше никогда их не слушайте. Потому что это патологические лжецы, которые вот просто адвокаты сатаны, которые оправдывают это массовое убийство людей. Потом их ниже, главные пропагандоны, их спокойно сливают, говорят, да, вышло 100 человек оттуда. Не было, не было и вышло. И вот последнее, что по Мариуполе я вам хочу сегодня сказать. 9 мая в Мариуполе планируется проведение акции «Бессмертный полк». Об этом заявил представитель подконтрольных России и городских властей, которых в Украине подозревают в государственной измене. Короче, вот этот вот сатанизм, шабаш, они хотят… Представляете, город уничтожен, ни одного целого дома. И они хотят провести там акцию «Бессмертный полк», ходить с этими фотографиями ветеранов. Это реально, это религия, это культ какой-то сатанинский. Они обмотаются этими своими георгиевскими ленточками, будут ходить с этими палками с дедами и по трупам, просто по детям убитым, по женщинам, по уничтоженному мирному городу. Мне на днях попалось видео, я просто не хотел вам выкладывать, потому что оно очень большое, там где-то 15 минут, по-моему. Сняли блогеры, я не знаю, откуда они эти блогеры сняли. Они проехали по украинским городам и сняли про разные города свои фильмы. И вот у них этот 15-минутный ролик про Мариуполь, они назвали его «Город, в котором бы я хотел бы жить». И город просто обалденный был, потому что, когда русские в 14-м году захватили часть Донбасса, многие украинцы переехали туда, в Мариуполь, бежали от оккупации. И там было очень много молодежи, очень много детей. Город просто процветал, там самые современные улицы, фонтаны, магазины. Сегодня этого ничего нету, вообще ничего. Он полностью стерт с лица земли. Это развалины, как фильмы ужасов. И вот эти вот шизофреники хотят ходить с твоим бессмертным полком, с этими георгиевскими ленточками, устраивать шабаш на костях детей и на костях убитого населения этого города. Это просто какое-то... Я реально пытаюсь иногда себе, думаю, так, ну они это делают, потому что... Я просто реально не нахожу ответ. Это как невозможно найти ответ, почему немцы в 41-42-м году, они радовались убийству мирного населения, когда фашистская армия устраивала террор, холокост, вот это вот массовые убийства. И немцы, которые в Германии, они этому радовались. Им казалось, что это очень классно, это офигенно. И вот когда эти скоты вот устраивают этот свой шабаш, это победобесие, я тоже пытаюсь как-то найти какое-то объяснение, но у меня нет слов. Я не нахожу этих слов, я не понимаю реально. Я не понимаю, почему они так делают. Давайте теперь поговорим еще про некоторые военные преступления. Я вам хочу сейчас показать, как выглядит Чернигов. Это город, который, если ориентироваться от Киева, на северо-востоке. То есть он не был оккупирован, но он почти был взят в кольцо в первый месяц войны. Позже оттуда оккупанты были выбиты. Но посмотрите, как этот город выглядит сегодня. Четвертое видео. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, в эти последние недели очень многие смеются с армией Кадырова, что они только снимают тиктоки, там стреляют в воздух по светофорам, в окна пустые, но вот у них есть достижение. В Запорожской области украли три комбайна John Deere, это очень дорогие комбайны, и вот сообщают информагентство, одно из самых позорных мародерских преступлений произошло в Мелитополе. С выставочной площадки компании Agrotec Invest, официального дилера американского производителя сельхозтехники компании John Deere, кадыровцы похитили три новых комбайна. Трактор, три сейлки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел. Самое интересное, что компании удалось вычислить, куда вывезли украденную технику, благодаря установленной на ней системе, ну, видимо, GPS в этих комбайнах были, потому что сейчас же современный комбайн, он может даже управляться с GPS. То есть фермер может сидеть в кабине, там, не знаю, играть в своем телефоне, комбайн по GPS обрабатывает поле, переходит сам на следующее поле, то есть он как бы у него автопилот. Так вот, по GPS вычислили, по спутнику, где они находятся, сейчас техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт, неподалеку от Грозного. Ну, это, на самом деле, не самое страшное преступление. Я сегодня читал интервью студента, это интервью азербайджанскому изданию Media.az, то, что он пережил в русском плену. Самое страшное, говорит он, это когда через твое тело пропускают электрический ток, ты теряешь сознание, а тебя обливают холодной водой и опять пытают. Этими страшными воспоминаниями поделился 20-летний азербайджанец Гусейн Абдулаев, который является студентом третьего курса Мариупольского государственного университета. 17 марта во время эвакуации он был взят в плен оккупантами, 12 апреля после долгих переговоров и благодаря усилиями друзей азербайджанцев, проживающих в Украине, парня удалось вызволить. Это к слову о том, что путинская пропаганда с первых дней, когда они взяли в кольцо Мариуполь, они говорят, что там находятся иностранные граждане, там было очень много студентов, турков, индусов, азербайджанцы, и они говорили, что их там держат в плену полкозов. Вот азербайджанский студент, которого удалось оттуда вызволить, он рассказывает, кто его на самом деле держал и как его пытали все это время. Сейчас вам хочу показать еще одно видео, оно, знаете, очень реально драматическое. Слепая бабушка в селе снаряд российский прилетел, разрушил ей дом, но она из-за того, что она очень старенькая, она не слышит, почти не видит. Она, когда вот солдаты пришли, чтобы помочь ей, покормить ее, потом забрать в больницу, она говорит им, закрывайте дверь, потому что холодно. А холодно не потому, что дверь открыта, а потому что у нее полдома уже просто разрушено, уничтожено. Посмотрите это видео, это пятое видео. Это пятое видео. Пятое видео. Пятое видео. Добрий день. Вы меня слышите? Йой. Давайте я вам поможу. Вы слышите меня? Я до вас захожу. Вы что, вы не приедете, или нет? Сейчас, сейчас, сейчас. Наши приедут, сейчас мы привезем вас в лекарню. Хорошо. Что? Тут не надо, паучить? Ну так, трошки. Ну, села до кровати, либо поставила. Так, посипаноши на меня. Тут таки, трошки у меня что-то есть, да, еще не могу? Так. Есть? Трошки так. Ну, подяку. Все, все, мы уже в хате. Ах.. Так, так. Да, я закрою двери, но ничего. не допоможает, конечно, но хорошо, я закрою, как скажете. Почекайте меня тут немного, я сейчас принесу вам поездить, и заберем в лекарню. Хорошо, я сейчас принесу. Кто-то шукает условия, жалуется на условия, а кто-то, кто-то шукает, чтобы выезжать хотя бы. Я подзвонил до вашей рети, я до рети подзвонил, вона будет знать, где вы, вона приедет до вас. Не, мне соседи дали номер. Все нормально, все будет хорошо. Друзья, мы сейчас с вами посмотрим еще одно видео, тоже, даже, наверное, оно, там тоже преступления другие, там убивают людей, насилуют людей, и перед тем, как его запустить, я вас прошу, поделитесь, сделайте репост нашего видео, чтобы эти преступления расшизма увидели как можно больше людей. Кстати, сегодня в Википедии появилась статья, что такое расшизм, что вот это разновидность современного фашизма, уже как бы так научно обосновали все. Ну, в общем-то, это было и понятно. И сейчас я вам покажу видео, в котором украинка рассказывает, как российские солдаты насиловали ее и ее подругу, а мужа этой подруги застрелили прямо у них на глазах. И это все было в период оккупации их деревни, которая находится в Киевской области. Давайте посмотрим наше шестое видео. Кто попросил так, люди давали, потому что боялись. Вот так я не выходила, я их видела, я ховалась, собака зала, я у дядь-вечки ховалась, а я так треслась. Я боялась, я готова была в черзь залезти, чтобы они не видали. Это было 9 березня. 9 часов мы же лежали, спать с человеком. Он стук двери, я думала, может, где 2 часа, может, что случилось здесь. Открываешь, то есть три оккупанта. Оцей же парень, который до нас приходил, и еще двое. Командир их, и еще один. Ты с нами, я человек в штаб. Меня вот так начало трусить. Дуже трусить, я переслакалася. Кажу, вы нас не убьете. Он говорит, сделайте так, как мы хотим. Он говорит, не убьем. С теми оккупантами мне что-то вышло, потому что я говорю, а не командир был, он говорит, вы понимаете, наши ребята выпили, хотят, типа, расслабиться. Я говорю, да, я понимаю, но тут одни старики. Я сама моложе на кутку была, бо не было куда выехать, дети мои в Германии, всемирное время уехали на заработки. Командиру, говорю, вы то самое. Он говорит, ну, наши ребята, типа, выпили, хотят, типа, раздвигаться. Я говорю, да, я понимаю, меня трусить. Потом другий, ты, оккупант, вышел, что приходил оружие проверять. Мы с ним сюда вышли, говорю, вы нас не убьете. Нет, нет, не убьете, не бейтеся. И мне так, я говорю, руки уберите, он так каже, закрой рот. Той меня так берет, что за мной, то я окупант, Даня его звали. Они уже по именам, то я Олег, Даня и командир Саня був. И он меня выводит, говорю, не тяни. А той говорит, о, все тут та женщина, ей до Наташи повели меня. У них калитка была. Он давай стукать. У меня біля краницы, он давай, Даня, 19 год ему было. Давай меня мацать. Мені сыном был, он с автоматом, я ничего не могла, не сопротивляться, ничего. Потом виходит ей человек, каже, что ты хочешь, каже, отойди, я заберу твою женщину, ничего с тобой не случится. А он же не отпускает, он хотел, там что-то, каже, я тоже русский, ты что будешь своего русского стрелять? И то ему в голову гу-гу, все, выстрел, и то гу-гу, я чую такой звук гу-гу, и все, у меня вот так все трясет. И то я дав окупант Олег тому данное оружие, то и каже, что ты наделал, каже, так получилось, сам виноват. Все, так я был. Каже, что ты наробил, типа, это самое. А он меня повертает до этого, до корен... Ну, я еще стояла вот так, и то, он каже, дивися, типа, чтобы я смотрела, как он убил. Ну, было темно, я думала, он ему в грудь попал, потом уже узнала, что он ему прострелил в голову, в голову попал. Ну, я не знаю, как я просто чудом выбежала. Даня, 19 лет за мной, ну, он жестокий, очень жестокий был, так вообще, я думала, он меня убьет. Чи он наркотики принимал, ну, был перегар, конкретный перегар. Он очень жестокий человек, я говорю, ну, я с ним хотела поговорить, думаю, может, как раз я его лечу, чтобы он меня не чипал. Я говорю, это девушка, да, ей 17 лет, но мы с ней не были. Он такие вещи мне ставлял, робишо, я просто пришел. Это не люди. Я разумею, что такая, как я, не одна. Они много кому зла зробили. Я их не... Это не люди. Это... Я не хочу сучи потрохи. Все. Вот это, что я вам хочу сказать. Это не люди. И хочу вам еще процитировать, но уже здесь без видео, своими словами. Это расследование «Медуза», российский журнал, который, он запрещен в России, он призван там, не знаю, инагентом, как они называют. И фактически он сейчас работает вообще, я не понимаю, как. Ну, видимо, они или выехали куда-то, или нет. Ну, неважно. Важно то, что они сделали расследование по Киевскому району, по Киевской области, село Богдановка. Значит, цитирую. В селе Богдановка под Киевом российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин. Вот краткое содержание текста, которое было подготовлено совместно с журналистским проектом «Астра». Окупация села Богдановка в 20 километрах от Киева началась 8 марта. Колонна военной техники, предположительно, 6-го или 239-го танкового полка из Челябинской области прошла по главной улице и выехала на шоссе до Киева, где ее сразу атаковала украинская артиллерия. К вечеру 8 марта россияне начали прятать уцелевшие танки и БТР по селу. А солдаты, вероятно, получившие указание занять поселок, провести зачистку, то есть найти всех мужчин с военным опытом и возможных членов территориальной обороны и ждать подкрепления. К полудню 9 марта группа военных, проводившие по домовой обход, добрались до самой восточной окраины Богдановки, Залезской улицы. Здесь оставались мирные жители. Их свидетельства позволили «Медузе» реконструировать преступления российских военных. Командиром звена, совершавшим обход в Богдановке, был Михаил Романов. Он не скрывал лица и даже просил местных найти его в соцсетях. Это позволило собеседникам «Медузы» опознать его по фотографиям. Другие косвенные свидетельства подтверждают, что этот человек может быть контрактником из Чебаркуля, Челябинской области. Приписаны к одной из трех воинских частей. Дальше перечисляются номера этих частей. Приблизительно в 10 вечера 9 марта военные в этой части села совершили первое убийство слесаря Александра Руденко. Солдаты застрелили, потому что нашли у него на вешалке брюки цвета хаки. В действительности это были не военные брюки, а рыбацкие. Он умер на руках у своей маленькой дочери. Около полуночи Романов и еще один неопознанный военный в черной форме застрелили второго местного жителя Александра Здоровца, бывшего депутата от ближайшего города Бровары. Затем военные на протяжении двух часов насиловали его жену, заперев маленького сына в бойлерной. Женщина чудом смогла убежать и впоследствии дала показания. Тело Здоровца солдаты зарыли во дворе, а дом сожгли. Также они убили всех собак, принадлежавших семье. 23 марта в северной части села, скрытой за лесом, произошло еще одно убийство. Константин, имя изменено, рассказал Медузе, что российский солдат ворвался к нему в дом и застрелил тестя, буквально у него на глазах, испугавшись зазвонившего мобильного телефона. Тело мужчины нашли через неделю на том месте с огнестрельным ранением головы. Еще одно изнасилование в Богдановке произошло 28 марта, всего за несколько дней до окончания оккупации. В отдаленном садовом товарищстве Волошка солдаты ворвались в дом Светланы Перминовой в поисках ценных вещей, а затем изнасиловали ее в подвале. Перминова хотела покончить с собой, ее муж Эдуард Шпилевой во время оккупации уехал из села, чтобы помогать украинским военным. В середине апреля его нашли мертвым в подвале частного дома в соседнем поселке Шевченково со следами пыток. Там же нашли еще шесть тел. Предположительно 30 марта войска отступили из Богдановки. Село было частично заминировано. Судя по надписям на стенах и другим свидетельствам, за время оккупации Богдановки на смену одним группам российских военных приходили другие. Они жили в тех же отобранных у местных жителей домах. Сейчас там работают криминалисты. Реально напоминают фильмы про Вторую мировую войну, которую в Великой Отечественной называют некоторые. То же самое делали фашисты, когда приходили в села, занимали дома, выгоняли жителей жить куда-то в сарае, в подвалы, насиловали, убивали, воровали. Вот он, памятник Гитлеру, о котором я написал в заголовке нашего сегодняшнего стрима. И знаете, самое интересное, что до какой степени россияне зомбированы этой пропагандой. Я вам сейчас дам послушать переговоры сына с матерью. И сын ей, солдат военный российский, он говорит, что, мам, мы тут убиваем мирных жителей, делаем преступления. Она ему говорит, нет-нет, сынок, правое дело вы делаете. То есть, все, это не человек, это зомби. У нее есть программа, что российская армия все правильно делает, великий Путин все правильно сказал. И, то есть, очевидец событий, которым она могла бы, по идее, поверить, это ее сын, говорит, что, нет, мама, не так все. Нет, сын, все так. Послушайте это седьмое видео. Сынок, не теряйте боевого духа. Ты только видел, что они там творят. Ты знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни и всем передай. Что мы делаем? Убиваем гражданских детей? Нет, вы не убиваете гражданских детей. Вы фашистов убиваете, поверьте тоже. Все, прекрати, не надо об этом. Знаете, эти перехваты, они создадут историю. Они пишут историю, потому что их тысячи. Они есть, выкладывают их регулярно СБУ на своем телеграм-канале. И по ним можно прямо вот отследить всю эту войну. Вот все, что происходило там в стане врага. Потому что у них, я об этом говорил много раз раньше, что у них рации в принципе нету солдат. Есть только офицеров. И они не работают, потому что это китайские рации, которые продали за какие-то охранительные деньги российской армии. Не китайцы, а их же эти воры-генералы. Поменяв на них просто наклейку. То есть сняли китайский иероглиф и приклеили, что это произведено якобы в каком-то конструкторском бюро в России. Но они, естественно, перестали вскоре работать. Поэтому они все пользуются мобильной и обычной связью. Вставляют другие симки в украденные телефоны и звонят. И поскольку у СБУ есть аппаратура, которая перехватывает любые разговоры, телефоны на территории Украины. Будь то местные симки или российские. То есть этих разговоров просто тысячи. Я вам сейчас дам послушать еще один. Это перехват, в котором видно моральный дух этих солдат. Где солдат жалуются, что их там оставляют без еды. Что они в очень тяжелых условиях. Командование их местное сбежало с едой и с оружием. А их бросили и даже не сказали, в какую сторону отступать. Ну, послушайте сами. Восьмое. Приехал же наш полкантик, который у нас раньше был. Мы спрашиваем, что делать. У нас не оружие, ничего. Есть беттеры, катаются. Ебажьте всех гражданских. Кто не пойдет, всех ебажьте. Ну, блядь, как? Как хуеть. А потом кричал, кто пост покинется, будет дезертировать. А потом пошли вы нахуй. Посылайте им нахуй, блядь. Мы, короче, стояли, нас выставили на посты, понял? Только вот вчера мы чудом оттуда с ебались. Между нами такая пальба была со всех сторон. Мы три дня, блядь, вообще без нихуя сидели. Наше командование, которое у нас, понял, они получили провизию. Сигареты, питание. Ну, ну, ну. Руководство наше все с ебалось нахуй. Всех кинуло и с ебалось. Мы не знаем даже где они. Вот шакалы, ебаные, блядь. Ну, постреляйте их нахуй, да и все. Потому что они, блядь, ну, прикинь, ебать, не дали людям, ну, бать, мне путь к отступлению, блядь, ничего не сказали. Даже провизию не привезли, ебать. Вот мрази, блядь, конченые, сука. Блядь, застрелите его нахуй, блядь, а к чему этого ебаного, блядь? Первого просто, блядь. Я же говорю, я приеду, я в прокуратуру целый том накатаю, ебать. Даже по-любому в военную прокуратуру связываться. И сейчас я вам расскажу одну очень интересную новость, которую я в подзаголовок вынес про созданный украинский МОСАД. Приведу вам даже некоторые доказательства этого. Ну, МОСАД, конечно, в кавычках, потому что МОСАД – это имя собственное всем известной спецслужбы израильской. Сейчас я хочу только глянуть, что вы тут пишете. «Вороги назовжди, вековичные вороги». Знаете, вот я, кстати, об этом думал на днях, ведь на самом деле они и были врагами. Потому что вот если анализировать украинский фольклор, вот «Ой, улузы червонокалина» – это песня сейчас, которая стала гимном этой войны, сопротивление. Там же есть тоже строчки, что идем вызволять братьев украинцев из московских оков. То есть это где-то… Это же очень старая песня. Или гимн «Сгинут наши враги, как роса на солнце». То есть это давно украинский народ, он постоянно живет в этом сопротивлении, в постоянной попытке северного соседа уничтожить Украину, стереть украинцев. Поэтому оно как-то действительно, оно есть уже… То есть это где-то на генетическом уровне сопротивление. Поэтому вот сейчас некоторые люди, они не понимают, почему они так борются, почему защитники Мариуполя, ну казалось бы, ну выйди, сдайся, что тебе, что ты, спаси свою жизнь. Они не могут понять, почему. Потому что вот эта вот тяга к свободе, тяга к жизни неподпитой оккупанта, она настолько глубоко… Это прямо вот, знаете, сущность украинцев. Поэтому они не сдаются. Он не может сдаться, потому что он не может жить вне свободе. В этом, наверное, суть. Пишут, что воздушная тревога, еду в убежище, прятаться, потом посмотрю эфир в записи. Вот такая наша, к сожалению, реальность. Да, я, кстати, я всех прошу, кто нас смотрит с Украины, ребята, не относитесь к этим тревогам несерьезно. Потому что, да, конечно, это вероятность небольшая, что попадет именно в вас. Но зачем проверять судьбу, должно в вас попасть или не в вас. Есть тревога, идите лучше выключайте, идите прячьтесь. Потому что это важнее намного, чем любые видео, чем любая информация. Жизнь должна иметь приоритет. Поэтому я вас всех призываю, что где тревога, лучше спрячьтесь. Хотя вот пишут, что по всей Украине. Я понимаю, что сейчас у нас может быть стать меньше просмотров, но просмотры не так важны, как ваша жизнь. Поэтому лучше выключайте, идите в бомбоубежище. В России уже переходят на топливо евро ноль. Да, я об этом вчера говорил. Это тоже их достижение. Мы, кстати, там чуть дальше у нас будут и другие достижения тоже. В кавычках, конечно, достижения. Представьте, если бы сегодня у нас был до дону власти, этот негодяй бы позвал на помощь русское зверю и к нам в Молдову. Молдова бы выступила третьим фронтом против Украины. У нас в конце есть очень тревожные новости по поводу того, что происходит в Молдове, но мы поговорим это в самом конце. Об этом просто я сейчас вам это анонсирую. Так, друзья, в Украине уже создано и работает специальное ведомство, аналог израильского МОСАДа, которое действует против врагов Украины по всей Украине и по всему миру. Это задача этого специального подразделения, скрытая разведка и проведения тайных специальных операций по уничтожению предателей и врагов Украины. Именно в связи с этим ряд предателей Украины спешно покинули ее пределы и прячутся уже по всему миру. Посмотрите, девятое видео. Мы сможем створить после войны службу, которая будет, ну, образно говоря, что каждый уйти будет ставать? Ну, так она уже створена, она уже працюет на окупованных территориях. Когда вы думаете, что кто-то на окупованных территориях раптово умер, то это и есть работа наших служб, которые уничтожают окупанты, уничтожают зрадников. Поэтому наш украинский Масад уже, он діє, но не можно назвать название, не можно назвать, как в Израиле, не знаю, кто этим керует. Это полностью децентрализировано, чтобы не можно было закритить эту организацию. Людей, которые готовы убивать окупанты, в том числе, понимая, что они могут забыть самыми очень тяжкою смертью, у нас же больше, чем много. Треба правильно организовать, чтобы зрадники понимали, что жить они не будут. И вы уже знаете, что мэр Балаклия, зрадник, мэр Купенська, Маркевской области, зрадник, они уже покинули территорию Украины. Потому что они понимали, что жить они здесь больше не смогут. Это, кто не знает, Герасченко, замминистра внутренних дел Украины, и кто не понял, если никто не понимает украинскую, то он говорит, его ведущая спрашивает, а может нам создать такую службу, которая будет за все эти преступления наказывать после войны тех, кто совершает эти преступления. Он говорит, уже создано, она уже работает. Уже они находят предателей, они уже уничтожают врагов Украины. Я вам сейчас приведу доказательства этого в Херсоне. Неизвестные убили Валерия Кулешова, это местный активист русского мира, который претендовал на то, что он будет начальником оккупационной полиции Херсона. Смотрим 10 видео. Задней правой пассажирской двери. Передняя правая недоступна. Кровь и человек в капюшоне. Со словом местных очевидцев, это Кулешов Валерия, местный человек. Сегодня у нас 19, нет, сегодня у нас 20 апреля. И около 10 часов стало известно, что возле собственного дома расстреляли известного в городе блогера, с которым недавно телеканал ВТВ Плюс сделал небольшой репортаж Валерия Кулешова. Ну вот мы видим расстрелянную машину. Понятно, что сейчас война и конечно вот это вот МОСАД, я не знаю какое его настоящее название, потому что это подразделение настолько засекречено, что о нем вообще нет никакой информации, даже неизвестно кому он непосредственно подчиняется, относится ли оно к ГУРУ или к СБУ или еще к чему-то, я не знаю. То есть понятно, у них сейчас очень много дел внутри Украины, потому что они сейчас ликвидируют предателей, ликвидируют вот как этот полицай, которого ликвидировали, который хотел сотрудничать с оккупантами, но я думаю, что после войны они доберутся и до преступников, которые находятся в других, ну в первую очередь конечно в России, те, кто совершал эти вот убийства, изнасилования и так далее. То есть то, что сделал МОСАД в свое время, когда они нацистских преступников десятилетиями искали, то есть кого-то находили уже глубокими стариками и ликвидировали за те преступления, которые они совершали против еврейского народа в Европе во время Второй мировой войны. Вот Украина создала аналогичную систему для наказания военных преступников, где бы они ни находились. Так, едем дальше, друзья. Большинство жителей Европы и Северной Америки согласны, что их страны должны помогать Украине и считают санкции правильным способом воздействия на Россию. К таким выводам пришла социологическая компания IP SOS по данным большого опроса. IP SOS в конце марта, начале апреля опросила 19 тысяч человек в 25 странах Европы, Азии и обеих Америк, а также ЮАР и Австралии. Результаты такие. В среднем 68% опрошенных считают, что если сейчас ничего не делать, то это пошлит Россию к военным действиям против других стран помимо Украины. При этом 72% против военного вмешательства их страны в конфликт. 36% респондентов за то, чтобы их страна посылала Украине оружие и 33% за денежную помощь украинской армии. В Европе и Северной Америке за военную помощь большинство. То есть, ну, это, видимо, страны какие-то Латинской Америки, там Африка, еще кто-то, которые дальше, они там меньше процент, но в Европе и Северной Америке большинство хочет оказывать военную помощь Украине. В то же время за отправку своих солдат в Украину всего 17%. Ну, это понятно. 74% опрошенных считают, что их страна должна принимать украинских беженцев. А 82% считают, что война в Украине представляет угрозу для всего мира. 61% чувствуют, что она угрожает конкретно их стране. В далекой от Украины Японии эту опасность видят 87%. В Польше 77%. Вот так. Давайте теперь по оружию поговорим, что происходит с поставками оружия. Ну, конечно, на первом месте по поставкам оружия это Россия. Украине. Да, и это не шутка, потому что на самом деле сколько Украина взяла трофейного оружия, танков, системы залпового огня и прочего, это просто что-то уму не поддающееся, потому что очень часто происходит, ну, во-первых, у них часто у оккупантов просто тупо кончается бензин. Это особенно было в первый месяц, потому что логистика у них хреновая, а может быть просто воруют, как обычно, продают этот бензин куда-то налево. И эти солдаты, сидя в танке, понимают, что они прекрасная цель для украинских вооруженных сил. И они просто бежали, бросая технику абсолютно целую, со всем боекомплектом, со всем оружием, таких вот видео в интернете сотни. И помимо этого, вот сегодняшняя новость. В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов. Все найденные детали были предназначены для подбитой техники России, которую враг собирался ремонтировать во время наступления. В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны Украине 60 полнокомплектных танковых двигателей, большое количество запчастей и комплектующих бронетехники. Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса «Воздух-воздух». Очень хорошая поставка оружия со стороны России. Шольц, немецкий лидер, считает, что возможным в рамках G7 предоставление Украине финансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро. Это то, о чем попросила Украина пару дней назад, что нужно сейчас срочно эти деньги. И вот G7, большая семерка, идет к тому, чтобы выделить эти деньги, 50 миллиардов евро, на оперативные нужды Украины. ФРГ рассматривает возможность поставок современных танков странам Восточной Европы, готовым отправить Украине вооружение времен СССР, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В странах бывшего Восточного договора, это Польша, Чехия, Словакия, Венгрия не дадут, конечно, Болгария, Румыния есть много оружия старого советского образца. И вот Германия говорит, ребята, отдавайте ваши старые советские танки Украине, мы вам вместо этого дадим немецкие современные танки. Также Германия поставила на Украину большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично, сказал глава МИД ФРГ. Ранее Минобороны Германии заявило, что не видит возможности подставлять Украине тяжелое вооружение. Ну, то есть, видимо, это, как бы, знаете, они публично говорят, что у нас нет оружия, но, тем не менее, поставляет большое количество вооружений, о которых не хочет упоминать публично. Израиль сегодня заявил, что поставит Украине каски и бронежилеты. Министерство обороны Израиля и Украины провели сегодня телефонный разговор. Бенни Ганс выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты, сообщил Михаил Бродский, чрезвычайный полномочный посол Израиля в Киеве. Украина получила истребители, а также запчасти для самолетов от союзников США. Это позволит украинцам поднять в воздух больше авиации, сообщил председатель Пентагона Джоан Кирби на брифинге. Но, тем не менее, вот сегодня служба по связям с общественностью командования воздушных сил ВСУ сообщает, что Украина не получила новые самолеты от партнеров. При содействии правительства США воздушные силы Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов на вооружение авиации и воздушных сил, что позволит поставить в строй больше техники. Знаете, сейчас Украина перестала уже играть в дипломатию. Это уже не первый раз такое, когда, например, немцы говорят, мы вам поставили там то-то и то-то. И если что-то из этого не было, Украина на весь мир говорит, вы нам это не поставили. Потому что сегодня, исходя из того опроса, общественное мнение всех народов цивилизованных стран абсолютно на стороне Украины. И тот политик, который говорит, что он что-то сделал, но на самом деле не сделал, он колоссально рискует на следующих выборах. И когда американцы говорят, что мы вам поставили самолеты и запчасти, Украина говорит, вы нам поставили запчасти, самолеты мы еще не увидели. Поэтому я думаю, что сейчас те политики, которые задержали эту отправку или ошиблись, или еще что-то, они будут очень быстро исправляться, потому что общественное мнение в их странах просто их съест, если они не сделают то, что они обещали. Борис Джонсон, британский премьер. Я предложил, чтобы наша долгосрочная цель была в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова. Это говорит о том, что будут поставки беспрецедентные оружия, самого современного, самого мощного, чтобы Украина могла... Ей не надо будет ни НАТО, ни гарантий, ничего. Она сможет отбить любую атаку любой другой страны своими силами. Решение, продолжаю цитирование Джонсона по агентству Рейтерс, решение было принято, потому что война с Россией перешла в новую фазу. Это станет артиллерийским противостоянием. Им нужна поддержка артиллерии. И это то, что мы им предоставим. В дополнение ко многим другим формам поддержки, сказал Борис Джонсон. Американская компания AeroViroment предоставит Украине более ста разведывательных беспилотников Quantex Recon. Производитель утверждает, что эти беспилотные аппараты не подвергаются воздействию радиочастотных помех. Канада отправит Украине тяжелую артиллерию, заявил премьер Трюдо. Норвегия передала Украине 100 переносных зенитно-ракетных комплексов Мистраль. Финляндия приняла решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, говорится в сообщении Министерства обороны республики. Румыния направит ВСУ Украине партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны, сообщает Румыния Либера. Для поставок оружия властям Румынии пришлось внести поправки в законодательство. Теперь Румыния может поставлять вооружение не только странам, входящим в блок НАТО, но и потенциальным союзникам Альянса. Кстати, интересная формулировка. Потенциальный союзник Альянса. Учитывая, что Киев участвует в партнерских программах западного военного блока, он может рассчитывать на подобную военную помощь. И у нас есть следующая интересная рубрика, я ее назвал «Прозревшие». Сейчас только гляну, что там у нас в комментах. Так, друзья, нас смотрят на Фейсбуке более 400 человек. Это хорошо, но давайте ваши лайки, потому что вчерашняя передача у нас набрала всего пару тысяч. Я не помню, последнюю я смотрел, по-моему, было две тысячи. Хотя позапрошлые две передачи набрали очень хорошо, там больше 20 тысяч, больше 30 тысяч. Поэтому я вас прошу, давайте будем чуть-чуть поактивнее, делитесь этим видео. Ставьте лайк, потому что я объяснял, что лайк – это не просто так, это помощь продвижению этого видео. Кстати, у нас там в ссылках есть описание на Телеграм-канал. Мы сейчас стали заливать прямо на него. То есть раньше мы давали ссылку на видео на Ютуб, в Телеграм-канал, а сейчас прямо в Ютуб заливаем видео. То есть оно доступно в любой стране мира, независимо, даже если где-то заблокирован Ютуб, можно посмотреть. И поэтому, если кто-то нас смотрит из России или из Беларуси, где есть цензура, вы можете друг другу распространять наше видео через Телеграм. И мы его вчера порекламировали, закинули в разные паблики нашу рекламу, и там уже хорошее количество подписчиков. Поэтому давайте присоединяйтесь к нашему Телеграму тоже. Смотрите его для тех, кто не может смотреть по Фейсбуку или Ютубу. Да, Ютубу. Андрей Националь перекрасили. Да, мы об этом поговорим. В конце у нас об этом будет информация. Смотрю из Португалии. Да, друзья, я вижу, постоянно пишут, что у нас география просто огромная. Это очень приятно, что мир видит. Вот мы, собственно, для этого, понимаете, я для этого начал делать эти лайфы, потому что раньше у нас ежедневник был посвящен больше нашей местной аналитике. Но вот когда началась война, я специально перешел в режим стрим, чтобы была оперативна, самая свежая информация. И для того, чтобы мир увидел то, что творится, русскоязычный мир, увидел то, что творится в Украине. Потому что на русском языке очень мало информации, достоверной о том, что там происходит. И поэтому вот мы вместе с вами делаем эту работу для того, чтобы информировать. И в том числе и в России. Там, знаете, какой-то есть небольшой процент адекватных людей. Пусть они верят, что происходит, пусть они делятся с другими, чтобы видело как можно больше людей, что происходит на самом деле. Мне нравится надпись на твоем свитере. Да. Ну, вы все понимаете, что это игра слов, что первые две буквы надо поменять местами. Хотя, кто знает, румынский понимает, что, в общем-то, и в таком виде тоже интересно получается. Так. Очень много комментариев. Я сейчас так быстро их листаю. Я прошу прощения, если кого-то пропущу, какой-то интересный комментарий. Майами. Львов, Киев, Венеция. Привет, привет, привет всем. Друзья, спасибо, что вы с нами. Прошу вас делиться этим видео. И да, если вам нравится то, что мы делаем, если хотите нас поддержать, чтобы мы могли работать дальше, то под видео есть в ссылке описание, как можно поддержать наш канал материально, нашу команду. Или через этот QR-код можете стать патроном нашего канала. То есть, как бы в месяц какую-то небольшую сумму на регулярной основе нам жертвовать. Так, друзья, следующая рубрика «Прозревшие». Давайте сначала посмотрим, кто такие прозревшие, а потом немножко об этом поговорим. Поклонская, известная наша няш-мяш, переобулась, и она говорит открытым текстом, что российская свастика, вот этот Z, это символ трагедии. Смотрим 11-е видео. Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут. И русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет. Есть государство, частью которого вы являетесь, да, вы же представитель власти, даже как сотрудник, да, Россотрудничество. Вы были в Государственной Думе, вы были генеральным прокурором Крыма, да, вы в этом смысле государственный человек. Что важнее в этом смысле, государство или личность? Что ценнее? Задача победы над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни? Если этот выбор стоит передо мной лично, то для меня важнее личность. Человек. Просто человек. Кто не знает, кто эта дамочка, это Поклонская, которая, ну, фактически была символом оккупации Крыма. Она там была прокурором в Крыму, потом она по карьерной лестнице поднялась, добралась до Государственной Думы России, она везде ходила, выступала, рассказывала, как прекрасно стала жить с Россией в Крыму, как все ей нравится. Но в этой войне, вот в ее сейчас новой фазе, она постоянно выступает против этой войны, записывает обращение, что это неправильно, что так нельзя, что это, ну, это очень такое интересное переобувание. И, ну, в ответ на это, вот в Госсовете Крыма рассмотрят вопрос о лишении госнаград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской за ее высказывание о символах военной операции в Украине. Об этом коммерсанту сообщил глава комитета по законодательству парламента республики Сергей Трофимов. И вот еще один переобувшийся, бизнесмен Олег Тиньков сказал, что откуда армия будет хорошая, пророссийскую армию, если все остальное в стране говно. Бизнесмен Олег Тиньков в соцсетях назвал войну в Украине безумной. В своем посте он призвал коллективный Запад быть более рациональным и гуманным, дать Путину возможность сохранить лицо ради того, чтобы остановить бойню. То есть вот смотрите, какой он стал хороший, какой он шелковый, он не хочет бойню, он не хочет войну, дайте возможность Путину остановиться. Это человек, который раньше так лизал задницу Путину, что знаете, аж слюни летели на 20 метров вокруг. Послушайте, что он нес еще совсем недавно. 12-е видео. Пиздить еще больше. В итоге я за Путина. И я считаю, что Путин еще пускает 33 срока, пока он не умрет. И более того, я считаю, Путина нужно сделать императором. Потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется. Я в этом убежден. Меня можно резать на куски. Я знаю этот народ. Я с Камчатки вчера полетел. До этого у меня в Астрахани своя. Это народ, который... Ему нужен царь. Я считаю, Путина нужно помазать на царство, сделать его царем, посадить его, так сказать, в нашем Петербурге, там, слава богу, еще целый эрмитаж стоит, зимний дворец. Ждет его, да? Да. Его дочка должна стать императрицей дальше и так далее, и так далее. То есть я вообще за институт царя помазания, я бы ему присягнул и прямо преклонился. И пусть он император. И менять правительство при этом. То есть какое-то, так сказать, техническое. Это Тинькофф, основатель одного из, может быть, крупнейших или очень крупных российских банков. И вот это было года три назад его интервью с Дудем, где он... Путина надо на царство помазать, что пусть правит нами вечно. А сейчас он говорит Западу, дайте Путину как-то вылезти из этой ямы, куда нас завел. Война это плохо. Армия такое же говно, как и вся страна. Очень интересно. И знаете, я думаю, что вот таких переобуваний дальше будет больше. Это... Потому что я помню, это на моих глазах происходило, как рассыпался Советский Союз. И люди, которые еще вчера били себя пяткой в грудь и кричали, что они за Родину, за партию, за коммунизм, они один за другим начали переобуваться. Они начали подстраиваться. Потому что уже, знаете, как в воздухе начало витать понимание, что все, этой стране трындец. Она рухнет. И дальше будет что-то другое. Будет другая власть, другие люди. И вот те, кто хотел встроиться в ту будущую систему, они начали быстро переобуваться. И по мере того, как вот эта вот путинская автарки, она будет схлопываться, и ресурсов будет для элиты все меньше и меньше, то есть уже они не будут вести такой роскошный образ жизни, как они могли еще пять-шесть лет назад себя вести, то, соответственно, все эти люди начнут уже искать виновных во власти. Путин, его окружение, начнется потихоньку критика, начнется саботаж на местах, начнутся какие-то региональные брожения в региональных элитах. Нахрена нам эта Москва с этим чокнутым дедом? То есть вот это все, это повторение истории, это ничего нового на самом деле. Вот то, что произошло с Советским Союзом, но сейчас оно может произойти быстрее, потому что Союз рушился где-то, ну, наверное, так начался где-то с года 85-го. Вот начались эти процессы, гласность, перестройка, вот это вот все, и закончилось то, чем закончилось. Сейчас произойдет все гораздо быстрее, потому что тогда, во-первых, не было таких санкций. Санкции были, но не такие сильные. Во-вторых, тогда одним из катализаторов падения страны стало падение цены на нефть, потому что нефть упала до 8 долларов. Это было просто вообще как бы, ну, хана, потому что страна, которая живет в основном за продажей нефти и газа, она не могла выжить физически, это было невозможно. Пошли талоны на сахар, на муку, на все это вот. И в России сейчас это все произойдет, но гораздо-гораздо быстрее, потому что такие санкции, я много раз это говорил, это санкции абсолютно беспрецедентные в человеческой истории. Ни одну страну так не прибивали санкциями. Да, в Северной Корее, допустим, ситуация по санкциям примерно такая же, но, во-первых, их все-таки меньше, во-вторых, они вводились как-то более поэтапно, и они не жили в открытом мире никогда. То есть Северная Корея была с забитым средневековым государством, которое резко попытались втащить в коммунизм, потом резко началась там война, ее разорвали на две части, Южная стала нормальной страной, а Северная стала тем, чем стала. И это как-то вот, знаете, вот они жили как средневековая страна, хотя это было в 20 веке, но уклад был средневековый. Им не надо было ни к чему привыкать, у них не было интернета, у них не было телевидения, у них ничего не было. То есть это все стало появляться уже при коммунистическом правлении. В России как-то, знаете, худо-бедно, люди знают, что бывают стиральные машинки, бывает интернет, бывает электричество, бывает много чего, к чему они привыкли. Сейчас это все будет заканчиваться, и, конечно, это будет катализатором для очень мощных внутренних процессов брожения. И вот мы как раз переходим к этой уже следующей рубрике, я сегодня ее так назвал для себя, в своем плане, «Раско-Федераско». Евросоюз и США усилят санкции против России в ближайшие дни. Меры коснутся энергоресурсов. Это следующий пакет санкций, который разрабатывает сейчас Евросоюз. И есть инсайды о том, что он в понедельник или вторник, самое позднее, в следующую среду, он будет обнародован. То есть еще долбанут новыми санкциями. Скорее всего, там будут санкции на покупку нефти российской. Хотя, вот следующая новость, вы поймете, что на самом деле Россия уже почти перестала продавать нефть. Ну, продает еще, но все меньше и меньше. Но когда введут эти санкции, то есть вот эту составляющую, громадную составляющую российской экономики, можно будет выкинуть. Поставки нефти из России морем в марте-апреле оказались на 1 миллион баррелей в сутки меньше уровня января-февраля 2022 года. На фоне санкций против России со стороны западных стран. Следует из аналитического отчета консалтинговой компании IHS Market. И следующая новость про это же отгрузки нефти из России по морю за неделю с 8 по 15 апреля сократились на 25%. На четверть. За одну неделю. Сообщает агентство Bloomberg. Я думаю, знаете, что российский народ должен будет отблагодарить Путина или подобрать слово. Не хочется говорить прикончить Путина? То есть когда они поймут, что он с ними сделал, что он сделал с Россией, когда до них дойдет, пока они не понимают. Пока это как бы, знаете, ну да, какие-то есть проблемы, что-то кто-то слышал, но как бы вот нет понимания вот всего того пиздеца, который накроет Россию. Накрывают уже. Просто пока они... Ближайшее, что они сильно почувствуют, это сокращение бюджета, когда Россия перестанет продавать нефть. И постепенно, уже сегодня, от стран начинают отказываться и от газа российского. Значит, в бюджете не будут деньги, значит, не смогут они платить пенсионерам, материнский капитал, ну и прочее, прочее, прочее. Либо им придется запустить станок инфляции, и когда, ну, условно говоря, вы будете получать там этот материнский капитал или еще что-то, это будет ничего. Вы ничего не сможете купить за эти деньги. И, соответственно, и вторая, более серьезная мера, это то, что будет массовая безработица. Вот мы вчера об этом говорили, что уже Собянин сказал, что 200 тысяч человек в Москве в ближайшее время станут безработными, и это только начало, потому что закрывается огромное количество компаний и миллионы, по прогнозу экономических аналитиков, миллионы россиян к концу года останутся без работы и без средств к существованию. Видимо, им государство будет давать какой-то там паек, как положено, в тюрьме, но насколько можно на это жить, не знаю. И вот про Лукашенко новость. Это, знаете, все-таки, насколько он конченый. Вот как бы при всей моей глубокой антипатии к Путину, я просто поражаюсь, этот чувак, он же всегда так делал. Ведь кто внимательно наблюдал за политикой, было несколько очень жестких кризисов между Россией и Белоруссией. Последний был, когда были выборы полтора года назад, когда Лукашенко украл эти выборы, тогда же он задержал, его КГБ задержало группу вагнеровцев, и он почти был готов разорвать отношения с Россией, перекрыл границу, то есть был очень тяжелый кризис. Таких кризисов было несколько. Почему? Потому что он всегда, знаете, как бы пытался одной жопой поехать на два базара. Как бы немножко и с Европой, немножко и с Россией. Немножко с Европой, немножко с Россией. Вот опять. Лукашенко начал сепаратные переговоры за спиной Путина. Светлана Тихановская в интервью «Радио Свобода» подтвердила информацию о закрытых переговорах представителей Лукашенко и Евросоюза. В Минске, по ее словам, сейчас находится группа европейских экспертов высокого уровня. Беларусь готова освободить ее мужа Сергея Тихановского в обмен на частичную отмену санкций. Ну, а знаете, от такого разговора про освобождение лидера оппозиции до следующего шага, допустим, отказаться вообще от России в обмен на снятие санкций, на какие-то там открытия каких-то возможностей, например, на продажу белорусской нефти или нефтепродукции. У них там нефти, по-моему, своей нет, но у них есть нефтезавод огромный, который приносил огромные деньги в бюджет, но он сейчас тоже под санкциями. Так что я не удивлюсь, если это усатая дрянь продаст и Путина. Как бы это и хорошо, но просто насколько мерзкий человек все-таки просто потрясающий, знаете, как вот продаст всех и всегда. Но вот Россия нашла тем временем себе друга нового, старого, пока Лукашенко там пытается ей всунуть нож в спину или не нож и не в спину, то вот сегодня Пашинян, армянский лидер, заявил, что на состоявшихся накануне переговорах с Путиным были достигнуты важные договоренности. На встрече с Мишустиным он добавил, что перед Арменией и Россией стоят общие вызовы. Пашинян поблагодарил Кабмин России за действия, направленные на укрепление продовольственной безопасности Армении. Я, знаете, как вижу эту ситуацию, зная, как Россия работает здесь у нас в Молдове, просто тупо покупает. Вот выбирает, если политик коррумпирован, если он продажный, они его просто покупают. И он начинает работать на Россию. Мы в Молдове все знаем, кого они у нас покупали, продавали и так далее. Вот я чувствую, что в Армении произошла такая же история, потому что это абсолютно не в интересах армянского народа, потому что, скорее всего, сейчас им прилетят санкции за эту такую интенсивную торговлю с Россией. Скорее всего, начнется рецессия экономическая, не будет никакой экономической помощи с Запада, а Россия никогда никому не помогает экономически, она просто как бы коррумпирует политиков, чиновников. Поэтому вот такая дружба России с Арменией. Так, далее едем. В Австрии попросили послов России и Беларуси не приезжать на годовщину освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен. Их участие в мероприятии несовместимо с представлениями выживших узников концлагеря и их стремления к миру и свободе, сказал представитель комитета Маутхаузена Вилли Мерный. Ранее официальных представителей России и Беларуси попросили не участвовать в памятных мероприятиях годовщине освобождения нацистских концлагерей Бухенвальд и Дора Метельбау. Бывший узник этих лагерей Борис Романченко недавно погиб в Харькове в результате российского обстрела. Мы говорили, когда эта новость была, я вам рассказывал об этой ситуации. Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простой, что вдвое меньше, чем на 1 марта, вдвое выше, чем на 1 марта, сообщили в Минтруде РФ. Поскольку это сообщение от агентства ТАСС российского, я переведу вам с пропагандонского на человеческий, находится в простой, это значит, что они безработные. Потому что в России сейчас новояз, они не говорят, произошел взрыв, они говорят, произошел хлопок, не говорят, что что-то сгорело, они говорят, произошло задымление, отрицательное всплытие, отрицательный рост экономики. И вот безработицу они сейчас называют простоем. Ну, как бы не безработный человек не сидит дома, доедает последний хер без соли, он в простой, просто вот простаивает временно. Потом когда-то он начнет работать, сейчас он в простой. Поэтому вот этот момент, когда где-то в российских новостях сталкивайтесь что там через полгода будет несколько миллионов простое чтобы вы понимали что они не стоят прислонившись к шкафчику они безработные и закрываю рубрику про вот эту раску федерацию я вам хочу показать видео о том что народ доволен путином он молодец он отменил доллар вообще он браво путин смотрим на следующее видео я хотела сказать что нас президент молодец отменил доллар вот и восстановил рубль здравствуй наш советский рубль а американский доллар гудбай мы победим победа будут за нами как друзья переходим к последнем нашей рубрике то что произошло в молдове и возможно произойдет в ближайшее время сегодня утром в кишиневе люди увидели что наши объясню для тех кто не из кишинева и кто не знает у нас есть гостиницы была гостиница националь которая была запущена разрушена разворована сейчас стоит только ее как остов скелет этой гостинице здание то есть там уже нет стекла стен но как бы каркас есть это в самом центре на самой главной улице молдовы на которую вид открывается с другой очень большой улице тоже и когда началась война буквально в первые дни кто-то добровольцы волонтер не знаю кто это сделал раскрасили в цвета украинского флага прям вот пол здания в один цвет пол здания в другой цвет но вот сегодня утром мы проснулись и увидели что примерно ну наверно 40 процентов уже измазано цветами георгиевской ленточки кстати многие задаются вопросом почему не покрасили все здание потому что как бы украинский флаг покрасили за одну ночь почему эти не успели ту же площадь покрасить я думаю что ответ очень простой потому что москва выделила бабки на покрасить все здание но потом лидер которому здесь выделяли бабки которые он привык воровать сразу половину украл половину но еще где-то 10 процентов украли старшие исполнители короче до рядовых исполнительных дошло 40 процентов поэтому покрасили только 40 процентов но сейчас прошу второе фото поставить в итоге чтобы не провоцировать видимо или не знаю короче кто-то закрасил это их творчество эту георгиевскую ленточку просто черным цветом поэтому сейчас у нас получилось такое что вот видите как бы нижняя часть желтая осталась одна синенькая полоска это что сверху там успели изгарить то это закрасили черным я сегодня пошутил что им надо было знаете как сделать чтобы черная была нижняя половина а верхняя красным цветом кто знает что это за флаг тогда бы конечно у них рвануло бы этих наших пророссийских конкретно все фотку можно убрать о чем идет речь у нас сегодня вступил в силу закон о запрете георгиевской ленточки он был опубликован в официальном мониторе вчера он был промульгирован президентом то есть все георгиевская ленточка в молдове запрещена и вот тем не менее у нас происходят вот такие вещи я хочу еда сегодня я своими глазами видел протесты как раз там проезжал перед перед парламентом протестовали эти сторонники россии этого русского мира что почему запрещают георгиевскую ленточку то чтобы вы понимали что они к 9 мая попытаются устроить здесь массовые провокации потому что еще когда вот этот план что будет вторая часть наступления когда еще крейсер москва думаю что он пойдет на одессу то есть им нужно было максимально дестабилизировать молдову сейчас понятно что скорее всего ну 99 процентов что одессы и опять у них не удастся взять а это значит что уже в принципе в молдове не надо дестабилизацию бабки то получены отрабатывать то надо поэтому я думаю что они будут пытаться делать массу провокации и 1 мая и 9 мая и будут может быть даже какие-то гражданские столкновения организовать потому что им нужна дестабилизация им нужно показать что вот смотрите в молдове здесь столько людей за россию и вот они все поддерживают великого путина его великую войну против украины специальную операцию и поэтому то есть мы должны готовиться к тому что у нас может быть эта проблема если конечно наши власти окажутся импотентами если наши службы которые должны обеспечивать государственную безопасность они тоже окажутся импотентами значит вот тогда будет то о чем я сказал если они сумеют сработать на опережение ну посмотрим короче мы это увидим вот ну буквально остаются неделя до начала мая 10 дней и мы увидим с вами что нас ждет в майну я даю узнаете прогноз что могут быть очень серьезные провокации со стороны пророссийских сил потому что им очень важно сейчас показать своим хозяевам в кремле что у них здесь есть как бы сторонники которые ну вы нам не взять деньги даете смотрите это медведчук там стырил бабки в украине нет сторонников россии никто ваши танки с цветами не встречал а вот молдаване все только и ждут пожалуйста 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 придите уничтожьте нас потому что я сегодня видел в одной нашей говна газетенки мне прислали ссылку на их телеграм где они говорят что одесса станет следующим мариуполем сколько там сердечек под этим комментариям сколько лайков и это же наши сограждане которые в молодой да пусть станет одесса мариуполем пусть его путин сотрет с лица земли понятно что эти скоты не будут также радуются если кишинев станет вторым мариуполем им пофиг даже если полностью уничтожит молдову главное чтобы великий пусть чтоб их бог был доволен чтобы они могли повернуться к нему сказать вот смотри смотри великий великий что мы здесь как мы тебя поддерживаем как мы рады что ты уничтожаешь мирных людей стираешь лица земли города мы все за тебя поэтому вот сейчас их организаторы конечно называем вещи своими именами это блок коммунистов социалистов они будут делать все чтобы показать своему хозяину что здесь у них есть сторонники что они они могут сделать большие провокации давай деньги нам дальше я думаю знаете я я уверен что они это делают не с мыслью чтобы действительно пришел путин имиду лидеры партии дадон там батрынчи другие что им путин здесь не нужен чтобы их все имущество тоже сгорело в этой в огне войны нафиг это надо но они хотят просто чтобы он им давал бабки дальше потому что вот смотри у нас тысячи сторонников это им все надо платить пришлите нам еще баблишка владимир владимирович как бы такой прагматичный подход который приводит к войне потому что тот же медведчук ему война нафиг не нужна была он получал миллиарды долларов воровал их спокойно и почему он воровал потому что он был уверен что никогда не будет войны зачем ему это надо но путину докладывал у нас агентура во всех городах все только-только он бы говорил это в надежде что никогда это только-только не произойдет оно произошло украина в огне и это сволочь сейчас в тюрьме поэтому наши местные сволочи тоже хотят чтобы им давали баблишки но не понимают что это может привести за собой настоящую смерть это не разбирает знаете ты ты за россию или за кого ракеты убивают всех подряд в мариуполе было и какой-то процент за россию и сейчас их нет как и в других городах и как я вам приводил пример под киевом убили пророссийского одного товарища который там пытался им доказать что он за россию но ему это никак не помогло как друзья последний раз смотрю сегодня на ваши комментарии очень много спасибо вам огромное что вы комментируете я потом просмотрю как обычно и учту в следующей своей передаче сейчас на ю тубе представитель мид россии мария захарова прокомментировала введение запрет на георгиевскую ленточку в молдове россия пообещала молдове болезненный ответ что это значит не знаю что значит пошли не в жопу со своими ответами со своими ленточками со своими своим нацизмом своим постоянным желанием кому-то сделать больно просто не страна какой-то знаете маньяк который все время ищет кому и как сделать больно пусть идут курсом того корабля который уже пришел куда его послали украинцы туда он и пришел вот пусть идут туда захарова и ее шеф это печальная лошадь и главный шеф и бункерная крыса и вся остальная их весь остальной зверинец все друзья мы на этом сегодня заканчиваем спасибо что вы были с нами делитесь видео ставьте лайки поддерживайте нас по ссылкам в комментариях всего доброго пока и и и Продолжение следует...